добрый вечер кому добрый день мои дорогие друзья мы так с вами давно с глазу на глаз не видели что я вот нашла это время включить камеру с вами поболтать бывает такое настроение когда просто вот ходишь занимаешься даже домашними делами не собираешься говорить и тут вот что-то какой-то щелчок и я поняла что я должна с вами поболтать сегодня у нас выходной день я занималась как обычно домашними делами ходила в салон красоты сделала просто чистку обыкновенную сняла шелак решила что два месяца до 8 марта ногти должны немножко отдохнуть от этого искусственного покрытия ну вы поняли шелак гель-лака шелак ну как в общем правильно вы сами знаете пришла домой пообщалась с девчонками там есть давно хотела о них рассказать история трех сестер да это нет извините 100 мыслей сразу прежде всего пока катя не забыла я обязана просто от всей души от чистого сердца поблагодарить лиану и окопа они отправили деньги мне на донат на помощь развития моему каналу в оси знаю что я как бы в ютюбе хотела бы собрать деньги на хорошую профессиональную камеру для хороших съемок научиться монтировать и все потихоньку превратить более профессионально чем любительский как сейчас эти люди мне помогли отправили деньги не знаю ловко говорить суммы или нет но я скажу это не маленькие деньги для меня тем более 100 делу 10 евро ли она 20 долларов окоп я вам очень благодарна спасибо большое пусть это вам вернется в сто крат и даже больше желаю крепкого здоровья вам и вашей семье всем близким тоже потому что мне открыт донат но я на него не заходила как открыла так и не заходила только сегодня посмотрела а теперь история трех сестер в нашем районе в банк ладэш мало цену по разным называют я есть один небольшой салон красоты которые перестроили из гаража люди издают в аренду такой с виду себе знаете ничего особенного до меня зашла туда какая-то вот атмосфера и аура комфорта создалась я теперь являюсь не могу сказать что постоянным постоянным но иногда из-за того что я работаю в центре мне неудобно совмещаю обед к примеру на ногу типа идти в центре там на баграмян и не всегда бываю здесь но здесь удобно когда у меня мало времени есть и нужно быстро раз-два рядом возле моего дома побежал но суть в том что есть три сестры которых умерли родители мама и папа давно они воспитывались это армяне из грузии дети воспитывались даже не бабушка и тети и дядей дядей родным которого жена это уже дядина называется в нашем по-армянски не знаю как бы не кровная родственница воспитались три прекрасные девушки к сожалению до сих пор одна и три из них не женат не замужем вечно работают они две открыли салоны этот начались ничего с нуля одна делает ногти другая делает косметологические услуги предоставляет 3 сама открыла школу на комитаса языков до преподают она прям директор этой школы девчонки молодцы и я вот приходила к ними рассказывала о работе что работаю много марина говорит мне хоть почему ты не возьмешь элус там и не начнешь работать не научишься этому ну это как бы в кредит вот они недавно взяли шесть с половиной тысяч долларов почти семь это выходит если берешь в кредит если наличкой то за пять тысяч долларов сразу можно купить там акции сейчас идут предоставляют гель 12 бутылок бесплатно салфетки и триммер для убрания волос элус я вам расскажу что это это аппарат который убирает полосы на теле и данный аппарат что взяли они потом татуировку убирает и еще делает карбоновый пилинг ну и рф это подтяжка вроде бы кожи боже я знаете так давно об этом мечтаю потому что мне кажется я очень творческий человек и предпочитаю сферу более такую мне нравится дарить людям счастье делать их красивыми говорить им хорошие слова поддерживать общаться нынешняя моя работа она принципе тоже является коей степени помощью для людей потому что я говорю по телефону практически каждый день бесперерывно с 10 утра до 7 вечера с инвалидами которые покупают нас товары но это меня истощает я прихожу домой как выжатый лимон и меня не хватает сил на мой канал вот я иногда прихожу вы думу боже может там пять дней ничего не снимала зрители пишут вот видим под видео под комментариями код самое доброе утро где ты где ты катюша где пропала думаю надо сейчас снять ну ты как зомби заходишь дом уборка минимальная что там надо туда сюда в 11 вечера душ и вот так уже еле успеваю высушить волосы но я не жалуюсь знаете я вам помню те времена когда у меня не было работы совсем и не было ни ютюба ничего я настоящим образом сходила с ума ребят вот правда я не было очень сложно морально и финансово тоже но суть не об этом теперь мне работа мне хорошие прекрасный коллектив но я не развиваюсь как блогер как личность в этом в этой сфере данные если я приобрету вот этот аппарат мне позволит зарабатывать на свои карманные деньги и еще плюс ко всему выделять время сколько запросов есть я не него кто меня смотрит вы не думайте я не забыла о тех запросах кто спрашивал определенные районы снять музеи можем что говорить в армении ереване есть о чем говорить о чем эти что посмотреть и о чем рассказать сколько рецептов еще ждет на полке трепсима и она прям жаждет с вами встречей хочет но готовить в девять десять вечера тоже человек устает не может поэтому я вот задумываюсь о том чтобы взять в кредит этот но это огромный риск потому что это большущие деньги для нашей семьи и что делать получать стабильный доход или же брать и идти потому что надо понимать что есть еще большая конкурентность это сейчас делают в армении ну очень много женщин и девушек кроме всего единственным эллисом я не смогу заработать денег ну как бы чтобы вот нормально более себя чувствовать мне придется еще научиться каким-то еще вещам дополнительно я еще задумываюсь о том чтобы наращивать ресницы что скажете девочки вот чем вы и вот в ереване непосредственно ну даже в других местах просто интересует больше всего армения чего мне хватает профессионального что вы ищете маникюр честно скажу не смогу делать и волосы тоже это правда не моя совсем такие я пробовала правда даже мама мне как-то посылку отправляла в армению и отправила набор лампу для сушения шелака я делала тете делала соку маме делала здесь но репсиме и принципе неплохо получилось но это не то что не совсем моя то что да как говорится душа не лежит полка не представляете как я мечтаю уже купить нормальную камеру и с штативом все как нужно ничего как говорится москва не сразу строилась все мы сделаем главное здоровье желание упорство и труд все перетрут как говорил мой сожалению покойный дедушка володя что спешить нужно медленно да у меня было прекрасное детство как я по нему скучаю наверное как и вы тоже в общем вы говорилось дайте совет вот правда что делать надо что-то делать надо что-то делать начинать шевелиться и менять свою жизнь не боя я понимаю что нужно не бояться рисковать но все же но все же вот и все сейчас я жду сако мы едем к вагу пляне в гости нас пригласили просто семейный ужин посидеть на днях о думаю вот так задумалась что я вам еще не сказал ребят от моей любимой у меня есть подруга очень близкая виделись мы один раз переписываемся и дружим ну практически там раз два три дня мы постоянно на связи моя дорогая милый агуар это талантливая девочка вы должны ею гордиться я надеюсь летом она приедет в армению ереван и мы снимем влог вы с ней познакомитесь она оперная певица сопра ну голос у нее красивая утонченной с мужественным характером силой воли шикарным голосом я не знаю как это правильно профессионально описать потому что я не профи но от ее пение мурашки не то что по коже по всему телу внутри и везде она мне посоветовала то чтобы светло рассказала что классная штука это патчи знаете вот такие штуки гидрогелевые патчи корейские под глазом я все думала думала и тут и на 1 нашла страницу одну facebook реклама была нет кто-то поделился шерсть сделал пост тогда я нашла эту корейскую косметику смотрю 60 штук нормальная цена ты получишь 30 пар на 30 раз попробовать заказала мне доставили доставка была существенно на машине привезли все супер я так довольна вы не представляете любая отечность уставшись у меня бывает ну что если что-то соленое даже сыр вечером покушаешь уже сразу утром вот такой катя китайский пчеловод получается они они катя глаз нет а дело я сначала так скептически очень относилась много наслышано было одно это того стоит по поводу корейской косметики теперь у меня появилась очень большая заинтересованность скоро зарплата я уже присмотрела несколько продуктов думаю написать этой девчонки кто занимается кстати я у нее спрашивала она еще имеет медицинское образование и очень увлечена и у него такой профессиональный подход косметики на спрашивает по типу кожи подбирает все если вам интересно девчонки пишите в комментариях мы снимем такой влог с ней это девушка его косметики поговорим мне канал не в одном направлении будем и обо всем общаться и говорить так что если что пишите патчи супер во первых то что это кайфовые ощущения такой приятные прохлады под глазами нежные потом сразу же какое-то омоложение тонус другой вот здесь ну не знаю словами не передать так что я жду ваши советы жду ваших комментариев рада была очень поговорить с вами и вообще я рада что вы у меня есть это огромный божий дар правда что я обрела скольких людей в лице вас скольких друзей с которыми я могу поговорить это и вот на минуточку иногда представляют закрыть глаза и представить 9 тысяч там 400 с чем-то человек которые есть с которыми я могу что-то обсудить поговорить просто смотрят на меня и у меня кругом даже голова идет идет ребята я буду заканчивать что нужно собраться всем спасибо было очень приятно с вами поговорить ну уже наверное закончу на сегодня признанием вам в любви все пока